У Анны Сергеевны Шевченко поломался холодильник, но в ремонт отдавать не пришлось. Депутат городского собрания Сочи Анжела Селюкова привезла новый. Ветеран трудового фронта даже растерялась, не знала в какой угол его поставить. Ну спасибо большое, спасибо. Заходите в гости ко мне, не забывайте меня, я сейчас одна. И в детстве росла без матери, и сейчас уже похоронила и мужа, и сына. Так что депутатская помощь согревает душу. С одиночеством справляется благодаря воспоминаниям и соседям, которым часто рассказывает, как девчонка работала в колхозе во время войны, как бегала с котомкой к партизанам в лес. Ну я и макуху носила, кукурузу, меня к немцам убили, а немцы облаву делали на партизан. А партизан у нас в лесу, нашу станичку. В доме другого ветерана депутат Анжели Селюковой рассказали, как встречали девчонки на адресском вокзале эшелоны с ранеными бойцами. Их доставляли в санаторий Звести, где был развернут госпиталь. Нина Иосифовна Стегунова только в 43-м году добилась, чтобы ее взяли санинструктором на фронт. После того, как исполнилось 18, ей были окончены курсы медсестер. Попала девушка в зенитно-артиллерийский дивизион, участвовала в обороне Кавказа освобождение Кубани. Грубости не было, конечно. Люди были очень добрые, внимательные, сознательные. Так что особо девчат не обижали. А девчата спали по три часа и вновь шли делать перевязки. Казалось, что поток раненых никогда не закончится. Но в 45-м пришла долгожданная победа. Каждый раз ты понимаешь, что если бы не эти люди, ничего бы хорошего может быть и не было. Здоровье, безмерного счастья, вся их теплота душевная, она сконцентрирована в этих седых волосах, в этих орденах, медалях. Побывать в доме каждого ветерана – это приятная обязанность, считает депутат городского собрания Сочи. И обязанность не на словах, а на деле. Поколение победителей пока еще рядом с нами. Елена Овсецина, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ»